Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай Лилин. Я писатель, публицист, журналист и художник русского происхождения. Я родился в Советском Союзе, на территории нынешнего Приднестровья, в русской семье. Я живу более 20 лет на территории в Италии, где, собственно, работаю, занимаюсь развитием моей деятельности. Это мое первое видео на русском языке. Многие из моих соотечественников, которые живут в Италии, попросили меня начинать записывать эти видео на русском, чтобы можно было привлечь и русскую аудиторию к просмотру моих видео, к обсуждению разного рода новостей, мнений. В данный момент это, я думаю, очень важно, быть на острее событий и понимать, что происходит в мире. Я немного расскажу о себе, чтобы было понятно тем русскоговорящим зрителям, которые меня не знают, кто я такой и чем я занимаюсь, и почему вообще я обсуждаю некоторые темы. Я писатель, который работает уже более 15 лет в области литературы в Италии. Но в последнее время я не пишу романы, я начал писать книги более другого содержания, более направленные на изучение каких-то политических аспектов, исторических ситуаций. Почему? Потому что, к сожалению, на Западе мы находимся в состоянии очень сложной и такой давленческой пропаганды. Это пропаганда англосаксонского мира, она такая, я ее называю по-итальянски англосаксонной чентрикой, это, значит, направленная на англосаксонский тип мышления и на англосаксонские интересы. То есть, каждая страна рассказывает о своей истории или о истории мира, базируясь прежде всего на собственном мировоззрении, и собственное мировоззрение, оно базируется на собственные интересы геополитические. И, естественно, англосаксонский мир, он ничем не отличается от других, но его развитие, оно хищническое, потому что эта структура мира в геополитическом плане очень негативная, они пытаются использовать и порабощать другие народы. Это их история, это их национальная такая особенность, и поэтому у них и нарратив, который создается о мире, он соответствующий. И в Италии, к сожалению, и в Европе очень распространяется негативная пропаганда о России в том числе. И, естественно, я пытаюсь каким-то образом донести до моих итальянских друзей, зрителей, до людей, которые меня смотрят, которые понимают итальянский язык из ближайших стран, другой способ мышления, другое видение тех ситуаций, которые описываются их пропагандой. Ну, про себя, что я могу сказать? Я начал активно заниматься вот этим таким политическим просвещением в западной среде, особенно в 2014 году, когда, естественно, было понятно, что Украина превратится в поле битвы, где объединенный Запад под начальством англосаксонской олигархии будет направлен против России. И в Италии у меня был очень серьезный и подготовленный учитель. Его звали Джульетта Кьеза. Его довольно хорошо знали в России. Кстати, даже президент Путин был высокого мнения о Джульетта в те моменты, когда они участвовали в каких-то совместных, на совместных мероприятиях. Есть даже фотографии, где Путин сажал всегда Джульетта с правой стороны от себя. И вместе они какие-то проводили там консультации, о чем-то разговаривали. Вот Владимир Путин, он, конечно, уважал этого человека, потому что Джульетта, он всегда был другом России, он был другом еще Советского Союза, когда еще был Советский Союз. Он был очень большим специалистом в области геополитики. Его анализы, которые он приводил, они практически всегда сбывались. То есть у него была очень серьезная способность к созданию программ на долгий период, на долгосрочный период. И в принципе многие вещи, которые он рассказывал, в том числе ядерная угроза, в том числе война против России, война западного мира и противостояние с Китаем, создание мультиполярного мира, какие-то экономические, военные аспекты, они все со временем подтвердились. В 2014 году, значит, после Евромайдана, я с Джульетта мы предприняли много акций в Италии по освещению этой ситуации, потому что эта ситуация в Италии на Западе вообще не освещалась так, как должна была освещаться, по моему мнению, то есть была тотальная дезинформация. Западному обывателю рассказывали о том, что на Украине состоялась прекрасная, чудесная революция свободы, и общество движется к свободе, к демократии, но есть вот такие нехорошие, плохие русские, которые пытаются помешать этой демократии. В общем, нарратив был очень жесткий, отдаленный от объективной реальности, и ярко, пропагандистский, и было понятно, что Запад уже занимает конкретную позицию, выставляет уже свои фигуры на таком будущем шахматном геополитическом поле против России. Ну, естественно, мы, кто Россия любит, кто старается каким-то образом, еще тогда старался, сейчас уже это, в принципе, очень тяжело сделать, но тогда еще можно было попытаться создать какие-то предпосылки для будущего мира, для для того, чтобы предотвратить военные действия, и мы начали сразу же информировать западную публику о том, что происходит. Мы провели много симпозиумов на территории Италии, много встреч с читателями, я использовал свои связи как писатель для того, чтобы организовывать встречи с людьми, направленные на пересмотрение того, что происходит, произошло в Украине, и что будет происходить в Украине, уже тогда мы говорили вместе с Джульетой Кезой о том, что будет война, война будет долгая, страшная, и если политические элиты Запада, особенно Западной Европы, не смогут освободиться от давления англосаксонского, который исходит особенно от Соединенных Штатов Америки, от Вашингтона, то вполне возможно, что Европа даже окажется втянутой в ядерную войну, что окажется просто апокалипсисом, потому что Европа будет в таком случае уничтожена в течение двух минут, и кроме этого я в Италии занимался активизмом и занимался очень достаточно долго через свою литературу просвещением итальянской публики в вопросах истории России, я написал даже одну книгу про президента России Путина, чтобы объяснить итальянской публике, кто на самом деле такой этот человек, потому что здесь существует очень много предрассудков, очень много негативной информации о президенте Путине рассказывается, он не представляется западной публике не просто в положительном, ну даже в объективном ключе, то есть я не не претендую на то, чтобы на западе создавали бы какие-то дифферамбы Путина, но хотя бы рассказать об этом политическом лидере, об этом человеке, потому что Путин, кроме того, что он политически лидер, он и человек, и у него есть своя судьба, у него есть своя история, и это очень важно, это очень помогает понять Путина как политического лидера, это нужно знать, и на западе, к сожалению, все это утрируется, это является иногда даже частью каких-то низменных спекуляций, поэтому я написал книгу про Путина, она была достаточно хорошо принята массами, но достаточно к ней, скажем так, негативно отнеслись властвующие структуры, после этого на меня начались нападки, на меня завели судебные дела, и я стал для итальянской прессы таким путинским агентом, про меня говорят, что я получаю деньги из Кремля, что я являюсь каким-то там секретным агентом, который работает на интересы России на территории Италии, на меня заводили даже специальное расследование в итальянском парламенте, вот, ну, я постоянно попадаю в какие-то итальянские газеты или на телевидение про меня негативно высказываться, обо мне высказываться так, как будто бы я являюсь российским шпионом, вот, который приехал сюда на запад и здесь пытается продвигать интересы России, это вот такой у нас, к сожалению, на западе сейчас дурдом, чтобы высказать свободное мнение, чтобы просто вот не занимая ничью позицию высказывать мнение о какой-то ситуации, если это мнение не совпадает с людьми, которые поддерживают войну, которые поддерживают агрессию против России, которые поддерживают какие-то террористические акции, которые поддерживают нацизм, ну вот человек становится сразу врагом и на него обрушивается вся вот эта система. Еще в Италии я известен тем, что я единственный человек на самом деле во всей Европе, я думаю, что и на всем Западе, который поставил памятник, реальный, настоящий памятник жертвам одесского массового убийства. То, что произошло в Одессе в 2014 году, в мае, оно очень сильно на меня произвело большое впечатление, потому что Одесса – это город, где я провел много моментов моего детства и моей юности. Я родился, как я вам сказал, уже в Приднестровье, это ну примерно в 120 километрах от Одессы, и мы часто туда ездили на море, мы себя там чувствовали как дома, общались с людьми, с одесситами, и у меня много очень друзей, прекрасные люди, русские люди, и когда вот этих людей так жестоко убили нацисты, когда вот это все было показано здесь на Западе, искажая точку зрения, когда на Западе рассказывали, что это были какие-то какая-то борьба междоусобная, между вот этими одесскими представителями филорусского движения, в общем, рассказали кучу информации, которая не соответствовала реальности здесь на Западе, надсмехаясь даже над памятью тех людей, которые были жестоко убиты, как новые мученики. Я очень сильно принял к сердцу то, что произошло. У меня в Италии много друзей, много связей, и мой хороший друг, мэр итальянского городка, который находится в Ломбардии, это неподалеку от Милана, потому что в Италии я как бы живу, и мой дом находится в Милане, это мой город, уже на протяжении почти что 20 лет, и я поговорил с моим другом из города Черьяну Лагет, то он называется, очень маленький грациозный итальянский город, вот именно как его рисуют часто на открытках с такими выложенными каменными улицами, с красивыми домами, с очень вежливыми людьми, которые кстати любят Россию, и благодаря вот этому моему другу, мэру этого городка, его зовут Данте Катанио, он очень любит Россию, замечательный человек, поддерживает Донбасс, мы неоднократно с ним устраивали из его администрации, в его администрации работают кстати тоже люди, выходцы из бывшего Советского Союза, которые поддерживают Россию, и мы устраивали и сборы средств для помощи людям Донбасса в момент вот этот тяжелый момент войны, это были 2016, 2015, 2017 год, в общем с его помощью и с помощью друзей я поставил памятник в его городе, значит очень важно, что был поставлен не просто памятник, а мэр города Данте Катанио, он даже переименовал площадь, где был поставлен памятник, и теперь в Чирианалагето есть площадь, которая называется площадь памятника, площадь, извините меня, площадь памяти мучеников Одессы, и там стоит памятник, который я нарисовал, его сделали в Венето, мои знакомые венецкие скульпторы, такой жесткий памятник, там если вы посмотрите на где-то в интернете найдете его фотографии, вот, поэтому это единственный памятник, и единственная площадь, которая была названа в честь мучеников Одессы, вот это я вот человек, который все это можно сказать, все это сделал и провернул с помощью друзей, с помощью многих людей, которых сейчас их очень было очень много соратников, поэтому сейчас в этом видео будет сложно это все всех их упомянуть, но вот да, как бы идея была моя, помог мне ее реализовать мэр города Данте Каттанио, и естественно после этого тоже я и мэр города мы стали объектами ну такого как бы можно сказать угроз со стороны разных структур, которые естественно в Италии поддерживают такой антирусский характер и против меня там были написаны многочисленные там какие-то письма какие-то там против меня проводились акции со стороны украинского посольства в общем там даже посол Украины несколько раз лично написал открытое письмо против меня ну в общем такие вещи происходили я продолжаю заниматься своей деятельностью потому что верю в то что самое главное в этом мире это не стать жертвой вот этой ужасной страшной нацистской пропаганды которая сейчас к сожалению берет верх в западном мире я значит дорогие друзья это видео публикую для того чтобы во первых вас поприветствовать на русском языке объяснить кто я такой и рассказать что теперь на моем канале если вы русскоязычные люди будете подписываться я буду рассказывать о том что происходит на западе давать какие-то оценки вы можете комментировать задавать какие-то вопросы я вам буду отвечать в общем это станет таким моей моим способом общения с русскоязычными зрителями поэтому мне очень приятно что русскоязычные зрители они начали общаться даже между собой я вижу есть люди которые общаются на моем канале и было бы очень приятно если бы это эта тенденция увеличивалась если у вас есть какие-то вопросы если у вас есть вам интересны какие-то темы для обсуждения пишите в в комментариях к этому видео я постараюсь на все эти вопросы ответить я благодарю вас за внимание и предлагаю вам подписаться на мой канал если хотите можете распространить мое видео среди ваших друзей знакомых таким образом привлекая больше внимания заинтересованных людей те кто хотят понять что происходит на самом деле в Европе какая здесь ситуация что думают европейцы что думают рядовые европейцы что думают политики как развивается здесь события все это я буду вам рассказывать в моих видео спасибо вам большое за внимание я желаю вам всего доброго и крепко вас обнимаю до новых до новых до новых Продолжение следует...